СЕЛЬСКОМ ХОЗЕЙСТВИ Семенами лучших гибридов для получения ими высоких и стабильных урожаев кукурузы и подсолнечника. Мы достигаем этого с помощью многоэтапного, строго контролируемого процесса производства семян, гарантирующего самое высокое качество нашей продукции. Вот из чего он состоит. СЕЛЬСКОМ ХОЗЕЙСТВИ Подготовка почвы. На этой стадии проводится комплекс агромероприятий, включающих в себя внесение минеральных удобрений, проведение вспашки на глубину 25-27 см и выравнивание почвы. Производство семян требует строгого соблюдения норм изоляции от других посевов той же культуры, а также соблюдения сроков высева родительских форм для более успешного размножения. Семена, которые мы выращиваем для своих клиентов, обладают прогнозируемыми и определенными чертами. У кукурузы на стадии 6-8 листьев наступает этап сортовой прополки. Растения, которые явно отличаются от стандартных по каким-либо параметрам, подлежат удалению. У подсолнечника прополку проводят обутонизации. Далее происходит удаление метелок с материнских растений. Это очень важный этап в производстве семян кукурузы. Любые нарушения на данном этапе могут привести к снижению качества семян. Мы делаем это двумя способами – механическим и ручным. Специальная кастрационная машина проходит между рядов и удаляет метелки с материнских растений. Затем рабочими производится контроль качества удаления, что в итоге позволяет получить семена с генетической частотой до 100%. Теперь растения готовы к опылению. На этом этапе погодные условия, а особенно температура, играют очень важную роль. У кукурузы перенос пыльцы осуществляется ветром. Происходит это на расстоянии порядка 500 метров. Подсолнечник опыляется насекомыми, и для получения качественного опыления фазу цветения мы устанавливаем на полях ульи. В период цветения кукурузы под действием высоких температур, а именно выше 35 градусов Цельсия, происходит снижение восприимчивости релиз материнской формы к пыльце. Также происходит частичное или полное снижение жизнеспособности пыльцы. На участках гибридизации подсолнечника как в жаркую, так и в дождливую погоду активность пчел значительно снижается. Оптимальная температура воздуха в период цветения участков гибридизации для получения качественного опыления должна составлять 24-26 градусов Цельсия. Если температура воздуха держится ниже 20 градусов, особенно в начальные этапы вегетации растений, то тогда это приводит к замедлению роста и развития растений. Рошение позволяет компании «Сингента» частично избежать риска, связанного с погодными условиями. Во время опыления инспекционная группа, состоящая из государственного инспектора и представителя хозяйства, проводят обследование и составляют акт о соответствии семенных посевов установленным стандартом качества. «Сингента» строго придерживается законодательных регламентов страны, где выращивают семена, включая запрет на производство генно-модифицированных семян. Через две недели после окончания цветения, во избежание засорения вороха семян при уборке, мы удаляем отцовские растения. После уборки семена отправляются на завод для последующей сушки, очистки, калибровки и упаковки. Очень важно соблюдать время доставки. Это позволяет избежать перегрева семян, что в дальнейшем может повлиять на их всхожесть. В соответствии с требованиями компании «Сингента» это время не превышает шести часов. Уборка подсолнечника производится при оптимальной влажности семян в пределах 12-14%. Далее семена поступают на сушильный комплекс, где происходит предварительная очистка и сушка. Сушка семян подсолнечника после уборки является одним из ключевых факторов для достижения их качества с точки зрения силы и способности к прорастанию. Пересушивание приводит к повреждениям семян, делает их более хрупкими. В то же время недосушивание приводит к тому, что семена не достигают своих кондиций и теряют силу и способность к прорастанию. Для достижения максимального качества семян компания «Сингента» был построен собственный сушильный комплекс в Ставропольском крае, где производится предварительная очистка семян и сушка для оптимальной влажности в 7%. Это позволяет не потерять качество продукции при дальнейшей транспортировке и хранении. Компания «Сингента» для достижения максимального качества выбирает параметры сушки в соответствии с особенностями каждого гибрида. Початки кукурузы при выгрузке на заводе поступают на конвейерные ленты, далее в специальные машины, которые имеют резиновые вальцы, позволяющие бережно снимать листовую обертку. Затем они подвергаются ручной сортировке, где удаляются нетипичные и пораженные болезнями початки. После достижения необходимых показателей влажности початки кукурузы поступают на обмолот. «Сингента» использует машины для обмолота с максимально мягким способом извлечения семян из початков. Очищенные, высушенные и протестированные семена направляются на калибровку. Конечное качество любой партии семян во многом зависит от этого этапа. Он состоит из окончательной очистки, калибровки семян, их обработки активными веществами и упаковки. Семена, проходящие через решеты различных размеров, разделяются на несколько фракций. По потенциалу формирования будущего урожая, все они обладают одинаковыми характеристиками. Наши потребители хотят, чтобы семена высевались точно, с одинаково заданным интервалом. Качественная калибровка семян – это залог хорошего посева, а в итоге – высокого урожая. Продукция, прошедшая отбор, направляется на гравитационные столы, где разделяется по плотности и по весу. Далее в производстве применяется машина-фотосепаратор, которая способна различать и удалять семена, отличающиеся по цвету от стандартных. Теперь семена готовы для обработки средствами защиты растений от болезней и вредителей. Используемые компанией «Сингенто» порционные протравители являются новейшей технологией, которая позволяет соотносить точное количество семян с объемом препарата. Процесс производства семян может показаться знакомым каждому, кто работает в сельском хозяйстве. Однако при производстве гибридов подсолнечников и кукурузы очень важно помнить о деталях, поскольку на этом пути встречаются трудности. Все шаги от посева до уборки урожая, от приемки семян на заводе и до готовой продукции – это сочетание традиционных и высокотехнологичных мер. Эти меры в обязательном порядке связаны с контролем качества продукции сотрудниками компании «Сингенто» на каждом этапе процесса. Весной 2016 года компания «Сингенто» открыла в городе Михайловск Ставропольского края свою первую в России производственную лабораторию контроля посевных качеств семян. Здесь проводятся измерения всего спектра ключевых физических параметров посевного материала, таких как схожесть, стресс-тест для семян кукурузы, масса тысячи, физическая чистота и влажность. Также здесь измеряют химические параметры. Наша лаборатория построена по международным требованиям компании «Сингенто». Мы используем те же стандарты, методы, оборудование и принципы исследования семян. И двери нашей лаборатории всегда открыты для сотрудников компании, клиентов и официальных организаций. После обработки кукуруза и подсолнечник готовы отправиться на ваши поля. Они упаковываются в мешки и ждут своего часа в особых условиях, способствующих сохранить качество продукции в течение длительного срока. Результатом работы сотрудников компании «Сингенто» являются семена наивысшего качества с лучшей генетикой, доступные для вас в любое время. Мы работаем, чтобы вы могли получать высокий и стабильный урожай. Процесс производства семян в нашей компании непрерывно развивается благодаря новым технологиям, методам и производственным площадкам. На протяжении всего цикла производства, от поля до выхода готовой продукции, мы пристально следим за охраной труда и здоровья, безопасностью всего цикла производства и недопущением негативного воздействия на окружающую среду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok